Здравствуйте! Это «Итоги голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске. Израиль – американская дилемма. Президент Байден отправляет в регион системы ПВО и войска. Украина жалуется на двойные стандарты Америки с союзниками. Какое влияние ближневосточное обострение может оказать на выборы в Соединенных Штатах? А также маневры внутреннего фронта. Зеленский представил план победы в Раде. Хватит ли украинского лидера политического капитала на проведение непопулярных решений военного времени? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, в начале недели президент США отдал приказ Пентагону направить в Израиль одну из своих самых современных систем противоракетной обороны и около 100 американских военнослужащих для помощи в свете ожидаемой атаки Ирана. Эта военная миссия ознаменовала собой первое значительное развертывание американских войск в Израиле с начала войны в Газе. Американская пресса отметила значимость этого шага, на который Белый дом пошел всего за три недели до президентских выборов, в ходе которых участие США в конфликте стало поляризующим вопросом в ходе предвыборной кампании. При этом Белый дом потребовал у Израиля увеличить гуманитарную помощь Газии и назвал это условием продолжения оказания Вашингтоном военной помощи. О дилеммах, с которыми сталкивается американская внешняя политика в связи с событиями на Ближнем Востоке, я накануне этого эфира спрашивала политолога, старшего советника Министерства обороны Италии Андреа Джили. Прежде всего, любой альянс, как правило, порождает две основные дилеммы. Одна из них – это страх, который испытывает та страна, которую поддерживают и защищают, что ее оставят и перестанут поддерживать. Израиль испытывает страх перед тем, что его основной союзник, США, может перестать его поддерживать. Однако вторая дилемма заключается в том, что есть риск быть втянутым в войну одним из ваших союзников, в частности, той страной, которую вы защищаете. В войну, в которую вы не хотите быть втянутыми. Эти дилеммы влияют на формирование отношений между Соединенными Штатами и Израилем. Администрация Байдена, без сомнения, столкнулась с трудной задачей, потому что, с одной стороны, хочет защитить Израиль как одного из своих основных союзников, но одновременно с этим США не хотят отдавать Израилю полную свободу действий и поощрять поведение и политику, для описания которой можно использовать разные термины. Некоторые называют ее безответственной, некоторые преступной, а кто-то считает ее уместной. Тем не менее, независимо от нашего личного мнения об этой политике, я считаю, что с аналитической точки зрения важен тот факт, что разные люди видят политику Израиля по-разному, и эти люди являются частью американского электората. У демократической партии, у республиканской партии, и даже у разных представителей этих партий могут быть разные взгляды на то, что происходит. Оба кандидата, это партия Байдена и Камалы Харрис, с одной стороны, и Дональд Трамп, с другой стороны, не хотят терять голоса избирателей, но одновременно с этим не хотят преувеличивать негативные аспекты отношений в Альянсе Израиля и США. Андрея, в одном из своих последних постов вы написали, что эскалация на Ближнем Востоке пойдет на пользу Трампу. Почему вы так считаете? Я могу ошибаться и надеюсь, что эскалации не будет, но если эскалация произойдет, исходя из того, что мы наблюдаем уже несколько лет, и то, как ситуация медленно, но движется в этом направлении, то, скорее всего, это пойдет на пользу Дональду Трампу. По причине того, что это будет означать неудачность политики администрации Байдена в течение последнего года. Администрация Байдена много раз заявляла, что прекращение огня уже близко, и что заложники будут освобождены, но, к сожалению, этого не произошло. И в целом администрация Байдена говорит о том, что предпринимает попытки предотвратить крупную войну, кризис и нестабильность на Ближнем Востоке, но если это произойдет, то такая эскалация будет подтверждением обратного. И еще один немаловажный аспект заключается в том, что эскалация может выявить слабые стороны и противоречия политике Байдена по отношению к Израилю и в целом Ближнему Востоку. В частности, желание защитить Израиль, не поддерживая прямо или косвенно некоторую спорную политику, которую проводит израильское правительство. Кризис в этом регионе, без сомнения, повысит напряжение как среди населения, то есть среди американского электората, так, к сожалению, и на поле боя. Андрея, возвращаясь к дилеммам, президент Байден ранее публично выразил свое неодобрение возможному удару Израиля по энергетической инфраструктуре Ирана, включая его атомные станции. О таком намерении представители Израиля заявляли после удара Ирана 1 октября. Сейчас газета «Вашингтон-Пост» пишет, что Нетаньяху сказал Байдену, что хочет совершить удары по иранским военным целям, исключив ядерные и нефтяные объекты. Означает ли это, что Израиль переосмысливает свой ответ Ирану после недовольства, которое Вашингтон высказал правительству Нетаньяху? Это замечательный вопрос, но ответить на него очень сложно, потому что для этого нужно быть знакомым с каждым публичным заявлением, которое было сделано намеренно для изменения восприятия этой ситуации всеми заинтересованными сторонами, что включает и население, и правительство разных стран, а также внутренних действующих лиц, включая оппозицию. Поэтому ответить на этот вопрос сложно. Но я думаю, что надо учитывать следующие соображения. Прежде всего, кажется парадоксальным, что Израиль, который обязан своей безопасностью Соединенным Штатам, ведь именно Соединенные Штаты помогают Израилю обороняться, тем не менее диктует свои условия. Это показывает, что влияние Соединенных Штатов на Израиль является ограниченным. Я сейчас не пытаюсь разобраться в правоте правительства Израиля. Многие считают, что Израиль должен атаковать, но речь не об этом. Речь о том, что это является показателем напряжения в альянсе США и Израиля, и того, что администрация Байдена испытывает сложности в этой ситуации. Это первый аспект. Да, есть вероятность, что израильское правительство пересмотрело свои планы, но это подводит нас ко второму аспекту, касающемуся ударов по нефтяной инфраструктуре и тому, что это будет включать. Надо не забывать, что в последние два года инфляция очень сильно выросла, особенно в США. В Европе инфляция не такая высокая, но в США она очень выросла за последние пару лет, и энергетический компонент был одним из факторов, повлиявших на рост инфляции. Наверное, на этот аспект тоже стоит обратить внимание во время выборов. Нарост эскалации и цен на нефть. Если Израиль будет атаковать Иран, то цены на нефть значительно возрастут, что, в свою очередь, ослабит позиции Байдена и Харрис. И шансы Харрис на президентских выборах. Это сложно переварить американской внутренней аудитории. Будет ли Израиль атаковать, я не знаю, но подозреваю, что по разным причинам Израилю придется нанести удар. И, конечно, чем ближе мы к выборам, тем выше риск для Харрис потерять голоса избирателей по этой причине. Андрея, говоря об Иране, с 1 октября мы являемся свидетелями эскалации. Сначала ударов Ирана по Израилю, затем ответы Израиля. Что вы думаете об этом потоке ударов и контрударов? И могут ли такие действия спровоцировать полномасштабную войну на Брежнем Востоке, возможность которой сейчас так много обсуждают? Это один из самых сложных вопросов. Но если проанализировать ситуацию на рынках, а рынки делают поправки на будущее, можно увидеть, что на рынке нет явных признаков боязни эскалации. Это не означает, что она не может произойти, но ситуация на рынке демонстрирует, что пока нет уверенности в том, что грядет крупная война. Но точно это неизвестно. Очевидно, что в течение последних 20 лет Иран проводит политику, которую политологи называют ревизионистской, то есть направленной на изменение статуса КВО на Ближнем Востоке. В основном потому, что современная карта Ближнего Востока недостаточно отражает политические интересы шиитов на политическом ландшафте, где доминируют интересы суннитов. Иран старается продвигать подъем, сопротивление, повстанческие действия и политические стремления шиитов по всему региону. При этом Иран поддерживает суннитские организации, такие как Хамас, для того, чтобы антагонизировать и подорвать легитимность других, более традиционных и светских арабских стран этого региона. Такие действия Ирана создают напряжение и являются потенциальным источником кризиса. Иногда Иран ведет себя очень агрессивно. Однако некоторые из последних действий и обстрелов Ирана можно рассматривать как более-менее осторожные. Однако Иран должен учитывать и свои внутренние политические факторы и стараться сохранить свой режим, который не нравится и не пользуется популярностью у большой части населения Ирана. Режим должен также защищаться от своих политических оппонентов. Эти факторы, скорее всего, не исчезнут в ближайшем будущем, независимо от того, кого изберут американским президентом через месяц. Андрея, на прошлой неделе состоялась встреча президентов Ирана и России. Как вы считаете, стоит ли ожидать большего участия России в этой динамике? Чего-то большего, чем то, что происходит сейчас, то есть осуждение Израиля и призывы к прекращению войны со стороны Москвы? Это важный вопрос. Если рассматривать его с европейской точки зрения, надо понимать, что Россия сейчас представляет основную угрозу европейской безопасности. По мере того, как Россия наступает в Украине, увеличивается потенциальная угроза другим странам. Европейские страны стараются реагировать на это и укрепляют свою оборону, а также увеличивают расходы на оборону и совершенствуют свои вооруженные силы. Они добиваются успеха в этом, но важно также то, что со стратегической точки зрения Россия может помешать этим усилиям, включая предоставление помощи Украине, очень простым способом. А именно, Россия может повлиять на создание нестабильности и хаоса на Ближнем Востоке, который является еще одним крупным фронтом для Европы. Вмешательство и создание нестабильности ситуации на Ближнем Востоке, как и сохранение своих альянсов, имеют фундаментально важное значение для России. Например, вмешательство России в события в Сирии для поддержания власти Башара Асада. И поддержка, оказываемая Ирану на протяжении как минимум последних 20 лет. Кроме того, есть причины полагать, что России могли быть выгодны трагические события и нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Нападение на группу людей, в которой многие даже не были гражданами Израиля. По той причине, что такое нападение создало напряженную обстановку и кризисную ситуацию во всем регионе и отвлекло внимание от Украины. Нам известно, что Иран поставляет в Россию беспилотники. И есть причины полагать, что это сотрудничество между Ираном и Россией еще больше усилится в ближайшие годы. Возможно даже, что их сотрудничество укрепится и в обратном направлении, то есть Россия будет предоставлять помощь Ирану, а не только Иран России. Россия, Сирия и Иран должны принять более эффективные меры для защиты территориальной целостности Сирии, заявил тем временем на этой неделе президент Турции, отвечая на вопрос о недавнем ударе Израиля по Дамаску. Мы будем защищать постоянный мир в Сирии. Израиль представляет собой самую конкретную угрозу региональному и глобальному миру, добавил Эрдоган, общаясь с турецкими СМИ. Это не первое жесткое заявление в адрес Израиля, которое президент Турции сделал в последние недели. Прокомментировать позицию Анкары и ее возможное влияние на динамику ближневосточного конфликта я накануне этого эфира попросила наших экспертов. Я думаю, что Турция находится в непростом положении, потому что является членом НАТО, а члены НАТО должны соблюдать определенные требования. Но не стоит забывать, что с самого начала Эрдоган поддержал организацию «Братья-мусульмане». У него также очень проблемные взгляды на его якобы альянс с Западом. Я не считаю, что Турция играет полезную роль в этом конфликте. Я также не ожидаю, что роль Турции будет полезной в будущем, поэтому все страны должны это учитывать. Да, позиция Турции не является полезной, и пока Турция будет придерживаться такой линии, мы тоже должны подумать о том, ассоциировать ли себя с Турцией. Традиционно еще со времен Османской империи Турция была крупным игроком на Ближнем Востоке. В течение последних 20 лет, когда к власти пришел Эрдоган, в Турции начались внутренние изменения, в основном касающиеся более значимой роли религии в обществе, что привело также к изменениям во внешней политике Турции. Я бы назвал это попыткой приобрести большую региональную законность. Я считаю, что изменения позиции Турции по отношению к Израилю являются существом этого вопроса. 25 лет тому назад отношения Турции с Израилем были очень позитивными и основанными на прагматизме, понимании ситуации и техническом сотрудничестве. А сейчас взгляд Турции на Ближний Восток сильно отличается, и роль религий в турецкой политике возросла. Турция все еще играет крупную роль. Риторика – это лишь один компонент. Региональное влияние Турции на Ближнем Востоке, а также в Африке, растет, и есть вероятность, что это может повлиять на сложившуюся ситуацию. Сейчас Турция старается найти еще какие-то пути улаживания, и я не думаю, что новый региональный порядок на Ближнем Востоке возможен без Турции. Хотя сейчас Турция в основном выражает свою позицию риторически. Мы наблюдаем за тем, как Турция увеличивает свое присутствие в Ливии и в Сомали. Поэтому я допускаю, что в какой-то момент Турция может сыграть более значимую роль в израильско-палестинском кризисе. Симоне Лэден и Андрея Джилли в нашем эфире. Примечательно, что ранее представители официальной Анкары обращались к Вашингтону с критикой оказания помощи Израилю и призывом оказать давление на Нетаньяху с целью обеспечения постоянного прекращения огня в секторе газа. Стоит отметить, что критика в адрес США на эту ближневосточную тему раздавалась совсем недавно и в Киеве. Она касалась участия Вашингтона в оказании помощи Израилю в отражении воздушных атак Ирана. «Если союзники совместно сбивают ракеты в небе над Ближним Востоком, почему до сих пор нет решения сбивать беспилотники и ракеты над Украиной?» задавался вопросом Владимир Зеленский. На этом фоне значительно больше вопросов, чем ответов возникло на этой неделе и вокруг так называемого плана победы украинского президента, который он представил в Верховной Раде. Примечательно, что внутренняя аудитория стала для Зеленского последней остановкой в представлении его плана, который сначала был презентован президенту Байдену в Вашингтоне, а затем лидером ведущих европейских стран союзников Украины. Выступление украинского президента на этой неделе подтвердило, что одним из ключевых требований плана стал ускоренный план вступления Украины в НАТО. При этом, комментируя выступление Зеленского в Раде, генсек НАТО заявил, что Украина станет членом НАТО «в будущем». Это сильный сигнал от Зеленского, заявил Марк Рюте. «Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план. Это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов, которые нам нужно лучше понять». Конец цитаты. На этом фоне несколькими днями ранее бывший генсек НАТО Йенс Толтенберг допустил, что Украину могут принять в альянс без утраченных ею в ходе военных действий территорий. С просьбой прокомментировать территорику, связанную с перспективой возможных территориальных уступок Украины, я обратилась к политологу, профессору университета Бейлора в США Сергею Кудели. Как вы думаете, вот потеря территории, она в принципе очень больная тема, и об этом много раз просто отказывались даже говорить официальные лица в разных интервью, когда им задавали эти вопросы. Но политического капитала Зеленского в принципе в своем эстеблишменте может хватить на то, чтобы провести такую комбинацию, если она будет залогом чего-то очень важного для Киева? Ну, во-первых, нужно сказать о том, что да, украинские лидеры не хотят говорить о потере территории, не категорически выступают против возможности обмена территориями, но общественное мнение на эту тему замеряется активно, и мы видели, летом были результаты, опубликованы исследования украинских социологических центров, которые показывают на то, что если будет гарантировано вступление Украины в НАТО в случае прекращения огня, то украинское общество в принципе готово принять временную потерю территорий, которые сейчас оккупированы Российской Федерацией, то есть большинство украинцев в этих опросах выступает за то, чтобы прекратить военные действия, обеспечить вступление Украины в НАТО и таким образом обезопасить ту территорию Украины, которая сейчас контролируется украинским правительством и временно принять тот факт, что остальные территории Украины являются оккупированы. Понятно, что временное принятие этого факта может повлечь за собой долгосрочный контроль над этими территориями со стороны Российской Федерации, но это то, что общественное мнение пока что готово принять. Проблема, конечно, для Зеленского состоит в том, что есть очень активное меньшинство, которое ни при каких обстоятельствах не примет не согласиться с потерей территории и сохранением контроля России над этими территориями Украины в границах 1991 года. И это активное меньшинство в принципе включает себя не только политиков, оппозиционеров вокруг Петра Порошенко, но и многих ветеранов войны и многих военных руководств, которые считают, что те жертвы, которые были понесены украинским народом, они были понесены не зря и нужно бороться до конца, а именно до восстановления Украины, контроля над всеми территориями, которые были контролированы из Украины в 1991 году. И это для того, чтобы решить те вызовы, которые возникают в связи с этой оппозицией, мне кажется, самого политического капитала Зеленского будет недостаточно. Поэтому сейчас активно обсуждается тема и досрочных выборов, какого-то избирательного процесса, в котором Зеленский получит новую демократическую легитимность уже от украинского общества, и в дальнейшем уже с помощью этого капитала нового, приобретенного в результате выборов, он сможет подписывать или соглашаться на какие-то договоренности, которые будут болезненно восприниматься частью общества. Без такой демократической легитимности мы знаем, что срок его правления уже истек в мае этого года, то есть он является президентом только в связи с тем, что во время военного положения в Украине проводить выборы невозможно. Именно поэтому ему необходимо приобрести новые дополнительные аргументы в переговорах с этой непримиримой оппозицией. Теперь, что касается Стонборга, я хотел бы еще пару слов сказать на тему его заявления, эта идея о том, чтобы взять распространить гарантии безопасности НАТО на территории, контролируемой Украиной, она высказывалась неоднократно многими экспертами в последний год. Статьи на эту тему публиковались, например, в журнале Foreign Affairs, но главная проблема этой идеи связана с тем, что, как мы видим, линия фронта постоянно меняется. И параллели, которые используют адвокаты этой идеи, они возвращают нас к периоду после Второй мировой войны, когда произошел раздел Германии, и две Германии, западная и восточная, одна перешла в западный лагерь, вторая перешла, как мы помним, под контроль, де-факто контроль Советского Союза, но оба этих государства были оккупированы, и линии, по которым они были оккупированы, признавались крупными государствами. Советский Союз не пытался отобрать больше территорий с той стороны, которая была оккупирована западными союзниками. То есть, не было активных военных действий между Восточной и Западной Германией. В данный момент мы видим, что военные действия не прекращаются, и каждый день Россия забирает новые и новые территории, она занимает новые и новые поселки и города, и не имеет никакого намерения остановиться. Поэтому тот факт, что в какой-то момент произойдет вступление территории Украины в НАТО, которая контролируется украинским государством, этот факт никаким образом не остановит действия Российской Федерации, потому что многие адвокаты этой идеи считают, что Россия сама по себе остановится, потому что она испугается возможности ядерного столкновения с Соединенными Штатами Америки. Но Россия не, как мы видим, она не является, она не принимает тот факт, что Запад готов принять Украину в НАТО. И мы также видим, что Россия публично высказывает свои территориальные претензии на значительную часть территории, которые сейчас контролируются Украиной. Поэтому сам факт принятия Украины в НАТО не остановит эти военные действия без каких-то дополнительных договоренностей, которые будут заключены между Западом и Украиной и Москвой. Возвращаясь к тому, что вы говорили об общественном мнении, о том, что принимается и не принимается украинским обществом, мы знаем, что во втором чтении принят украинским парламентом законопроект о так называемом военном налоге увеличения с полутора до пяти процентов. Там много деталей, но хочется узнать вообще, учитывая тот факт, что Украина сейчас боясь, что западная помощь не будет поступать в таком объеме, пытаясь переориентироваться на свои средства, вот такие принимают меры, вообще украинское население это может воспринять каким-то образом? Украинское общество, оно не имеет тех инструментов давления на власть, которые оно имело до войны. У нас сейчас есть ограничения в средствах массовой информации, у нас отсутствуют независимые телевизионные каналы, у нас даже онлайн сайты «Украинская правда», например, совсем недавно заявляет о давлении со стороны Офиса Президента и о ограничении их возможности для журналистской деятельности, поэтому гражданское общество в Украине оно очень ограничено в своих возможностях давления на власть, и в этом отношении, конечно, власть поэтому может принимать самые непопулярные шаги, в том числе на такие, как поднятие налогов, которые многие экономисты, кстати говоря, в Украине критикуют и считают, что они убийственны для украинской экономики, которая сейчас и так находится в очень сложной ситуации, и в связи с этим мы понимаем, что и в дальнейшем Зеленский может ожидать, что в принципе такие непопулярные меры никоим образом не отобразятся на стабильности его политического правления. Главной угрозой, как я уже говорил, для его политического правления может быть только какие-то шаги, связанные с уступками Москве, с уступками к Кремлю, и именно такие шаги, которые будут восприниматься как предательство или капитурация, могут вызвать серьезные протесты или серьезные какие-то общественные резонансные действия, которые создадут угрозы для его личной политической власти. Это был Сергей Куделя в нашем эфире. Это все, на что хватило времени сегодня. Спасибо, что смотрели. Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь с нами и спокойных вам выходных. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова